всем привет опять канал зооком клуб путешествие по россии мы снова ребят в карелии на сей раз мы хотим сплавиться по реке сегежа или сегежа на интересный очень участок участок которому на протяжении километров 30 нету никаких дорог участок порожистый с очень быстрым течением опять мы ищем хариуса качаем лодку загружаемся вещей полно потому что мы пришли на три дня марина отвечает за зверей я потихонечку накачиваю лодку андрей велел качай лодку а я буду разбираться с бензином мотором и прочим наша задача сейчас сплавится километров наверное на 15 уйти ниже порогов я надеюсь мы пройдем и вы это увидите и попробовать поймать кариуса вода в реке очень поднялась плотину открыли берега залиты воды много соответственно пороги будут бурные и мы еще не знаем как все у нас получится качаем лодка у нас конечно нагружена хотя мы идем всего на три дня но много вещей тут и палатка и спальники теплые вещи сейчас похолодание ночью было 4 градуса мы ехали было четыре градуса сейчас градусов 10 наверное всего лишь но мы отъехали на 650 километров севернее питера в три часа уже взошло солнце здесь не просто белые ночи здесь еще чуть-чуть и полярный круг и солнце сейчас не заходит андрей поехал ставить машину у леонида сейчас леонид его привезет и мы уходим вниз и через два дня послезавтра сегодня воскресенье понедельник мы будем на месте вторник на месте к вечеру мы должны сплавиться к дороге в ближайшей дороге где нас должен подобрать леонид леонида вы уже знаете он собственно наш гид о карелии по сегозеру здорово здорово на щуку тоже взяли на уху то возьмем конечно на уху возьмем начало маршрута довольно унылая вокруг болота река достаточно спокойная до порогов несколько километров вполне можем даже пройти на моторе малым ходом чтобы не зацепить за камень не убить мотор но идем себе спокойненько и идем изумительные облака и абсолютно унылый пейзаж вокруг маринка сделала нам вкусные бутерброды с сыром с вкусной булкой с толстым слоем колбасы это очень хорошо потому что мы в общем то ну толком не ели со вчерашнего дня все всю ночь в дороге уставшие разбиравшиеся здесь с лодками совсем но но зато бодрый веселый и надеющиеся на мы просто надеемся извините согреваемся немножко потому что теплым чаем вкусный как а хорошо со смородиной там на камне сидит гоголь наша удивительная утка единственная из уток которая гнездится в дуплах вот она пошла вот это гоголь да ощущение совершенно конечно невероятные потому что здесь нету людей здесь не подойти людям никак кроме как на лодке с плавом и вот это болотина вокруг такие хорошие щучьи совершенно дикие места невероятные впечатления время от времени мимо нас проходят стаи крохолей над нами пролетают стране пролетают такие глухариные леса по берегам и никого по этой реке когда-то был сплав леса и местами остались завалы все это было уже лет 30-40 назад остались завалы вот сейчас у нас впереди завалы и между ними небольшой 4 метра значит пройдем спокойно вот они завалы небольшой проход я думаю что пройдем нормально никаких проблем и только журчит вода вот пошел первый перекат здесь мелководье поэтому лес который когда-то сплавляли на мелководье застревал и образовал вот такой вот чудовищный завал который в общем то никому теперь не интересен никому не нужен за ним перекат я вижу за этими бревнами быструю воду но мы обходим по более мелким по более спокойным простите местам я уже так вот отвлекаясь на бревна смотря вперед чтобы ни на что не налететь течение здесь убыстряется появляются камни и впереди должен быть такой нормальный перекатик сейчас будем его проходить вот он начинается так там посередине два камня торчат андрюх видишь четко вот мы идем на камни нам либо надо там обходить либо мотор правее можем да да спокойненько проходим очень красивые места чудесные учитывая что мы прошли километров 15 и не видели никаких следов человека даже бумажки на берегу очень приятно несмотря на то что вода поднялась на метр этот перекат даже сейчас кипит вот его важно спокойно проскочить там камень торчит мощный по правому берегу андрюх о большой смотри как вот начались нормальные перекаты ну да вот последствия сплава везде бревна камни тоже неприятно да тут надо подумать как проходить на груженой резинки если мы соскочим вот отсюда будет не очень хорошо наша задача пробовать проскочить вот эти все дела бревна 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 так бревна скинули я говорил что в берег сразу уходить надо нормально тогда бревном приложила слегка но ничего уже дело к вечеру река прекрасно рыбы немного мы поняли что по щуке можно пройти щуки довольно много но задача у нас нету ловить рыбу без конца поэтому мы я думаю не будем так всерьез упираться в щуку у нас времени немного у нас завтра целый день и послезавтра утро всего лишь вот так мы живем в прекрасном месте в палатке слушайте вот у нас ходит клест я клестов в природе вижу очень редко они очень редко попадаются на глаза а вот здесь прямо рядом с нами вообще нас не боясь в десяти метрах от меня сейчас гуляет клест самец поразительно мы сюда приехали конечно не за рыбы рыба это уже второе мы приехали посмотреть на отсутствие людей мы приехали послушать птиц мы приехали послушать реку ну ребята рыба это тоже тоже неплохо это тоже неплохо я знаю что сейчас у нас будет отличная уха не из хариуса конечно из щуки но почему бы нет поднимаемся щукой вот такая у нас погода то солнце потом начинается страшный ветер ураганный просто это и сильный дождь минут на пять потом снова успокаивается и солнышко мы пытаемся ловить на кораблике вот где-то там кораблик Андрея вон он но пока безуспешно ну что же вот наш улов настоящий хариус смотрите ад красавица достаточно приличный по размеру ну и еще два чуть поменьше но все равно такие очень очень неплохие хариуса вы даже не представляете как это будет вкусно я завидую сам себе ну не такой сильный дождь но очень сильный ветер поэтому приходится прятаться и и прятаться тент у нас сорвало на воду не выйти будем спать и слушать дождь готовится сугудай уже они лежат прекрасные замечательные вкусные еще немножечко я думаю что вот Андрей уже предвкушает сугудай он очень очень хотел да вот щучку мы уже тоже приговорили потому что без щучки без ухи было вот совсем никак ай уха как это было вкусно хариус вот я вам так скажу вот доедаем последний кусочек хариуса я понимаю что стоит сюда переедться что вот это полотище попробуйте пускай его немного пускай пока еще не очень крупный но это настолько вкусно для тех кто понимает конечно ну много то нам и не надо да мы едем для того чтобы мы вчера поймали как раз столько ровно столько сколько мы сегодня съели и нам больше не надо а удовольствие гораздо больше дождь ветер сорванный тент ну упущенный кораблик погоня за корабликом на моторе да столько всего прекрасного какие то проблемы с фотоаппаратом скорее всего с картой памяти ну ничего страшного оторванные поплавки мы тут перепробовали все что только можно но наших нескольких риюсков взято уха из щуки хорошая сделана щука есть мы поели мы фактически едим только рыбу и то немного но зато такую вкусную да наслаждение нет нет никого красота ой всем спасибо кто принял участие в нашем мероприятии и чайком теперь забью да красота вечер костерок котелки закипают сейчас будет чай и для тех кто уже забыл а то и вовсе никогда не знал как это сардельки по пионерски вот так вот вот так вот две минуты и будут совершенно шикарные сардельки потрясающе все мы потихоньку отходим мотор прогреется и мы пойдем вниз в сторону дороги сплавом сегодня не получится никак ветер страшный ветер в лицо лодку прибивает к берегу поэтому только на моторе даже вниз по течению но вы слышите что делается просто такой штормовой ветер сильный так еще один так еще один там камень ну камни везде но тут вот такое закипающее местечко тогда носом лучше в камень идешь так ух ты слушай там впереди все кипит да там я думаю нам надо приставать и смотреть там завалы сплошные ну вот так я до бухты за мной войду давай да по бухте и там смотреть потому что там завалы очень серьезные и чтоб нас не втащило под них да это лопат я это не какое неимоверное количество стрижей Но здесь место не очень приятное для нас Здесь пройти будет не так легко Ну пошли Ну пошли Сейчас самое неприятное из того, что пока было Так, здесь вроде бы идем Я впереди чуть лише, так, стопи Особо далеко обходить не надо Нормально, нормально идем, хорошо Чуть правым Так, хорошо И носом войти надо Так, хорошо, чуть левым Хорошо, входим Хорошо, 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 хорошо Отлично, попрыгали Завалы прошли И сейчас жмемся, да Так, давай, 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 давай Левым больше Левым больше Левым больше Нормально, это проскочили Все Так Проскочили к берегу, да, потому что там основной бурун А те камни у нас идут метров десять от берега И там основной бурун Ох, какой затяжок-то здесь Как здесь хорошо стало Тепло, без ветра И ветер стих Ребят, был такой шторм А сейчас все стихло Нормально идем Я думаю, больше Вот Больше правым Больше правым Там камни эти И на левое Мы основной тот проходим вроде бы Да, левым больше Левым, левым резко Отлично Правым Айда, Пушкин Так И вот эти завалы Чудовищные Конечно, большая опасность На этой реке Воткнуться в торчащее бревно Потому что Их довольно много Тех, которых и не сразу увидишь А снизу это кажется почти безобидным Нормально Можно пройти Спокойно Не думая где А снизу ерунда Ну вот, похоже Последний перекат За ним уже река разливается И становится спокойной Камни О-о-о Между камнями Прыгать плохо между камнями тут мы сразу влетаем посередине на камень а если не влетаем на камень то здесь о какой обрыв да вот здесь идти не хочется Ах, как хорошо! Журавли! Да, это журавли! Правдами-неправдами мы дошли до деревни. Страшно! Мокро! Нас позаливало! В мокрых штанах сидим. Температура градусов 10, наверное. Ветер! Ну вот уже подошли к деревне, и нам совсем недалеко до трассы. Попробуем здесь половить щуку, пока Леня собирается, пока Леня до нас едет, ему ехать километров 50, чтобы нас забрать. А нам идти здесь уже до трассы буквально 20 минут. Немного странно после той горной реки, с порогами, перекатами, скалами, оказаться вот на таких разливах. Ну вот, в Сегеже вот такая странная река. Пока я тут брожу по мелководиям, обнаружил наше довольно интересное насекомоядное растение – пузырчатку. Это водное растение. У нас два вида водных насекомоядных растений – это пузырчатка и альдрована. Альдрована встречается очень редко, а пузырчатка вполне банальная. На листиках у нее небольшие пузырьки. Пузырьки имеют вход с клапаном, и туда попадают крошечные водные рачки. И пузырчатка их съедает, поскольку пузырьки наполнены пищеварительным соком. Как и росянка, она питается насекомыми, потому что живет в водах довольно бедных питательными веществами. И нужно как-то восполнять потребность в них. И вот только-только упомянул росянку, как она и попалась. Вот это росянка, наше самое известное. Комоядное растение. Листики покрыты щетинками. И на щетинках у голодной росянки липкие капельки. Комар прилипает, и лист сворачивается, обволакивая комара, образуя подобие желудка. Комар растворяется и всасывается. Ну вот и Мурманская трасса. Здесь наше водное путешествие заканчивается. Андрюха, мы пришли. Как сходили, по-твоему? Женщина. Только мало. Да ладно, мало. Надо больше. Ты думаешь? Да. О-о-о-о. Посмотреть посмотрели, на половине почти. Солнце было? Было. Ветер дикий был. Был. Дождь. Град. Холод. Даже штиль был. Чуть-чуть. Вот че только мы тут не хапнули. Вообще.